Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. В этом видео у нас с вами собиралка. Я уже нанесла праймер на лицо. Это вот такой вот корейский праймер, который называется Touch in Soul No Problem Primer Hide Pore and Wrinkles. Он не делает, собственно, ровным счётом ничего особенного, но как-то, как-то немножечко сглаживает поры, немножко разглаживает лицо в целом. И на лето, мне кажется, самое то. Я сейчас активно приканчиваю такие вот малыши, чтобы они не занимали слишком много места. Поэтому основной упор у меня в использовании сейчас идёт на маленькие банки. Сразу перейдём к тональному. В качестве тонального средства я на сегодня выбрала Bourjois City Radiance. Это, насколько я понимаю, их новинка. Она вот приехала ко мне на тестирование прям совсем недавно. У меня первый оттенок Ivory, Rose Ivory. Я его до этого сводчила только на руке, поэтому сейчас будут первые, так сказать, впечатления. Пока вот такая история. Из новостей давайте. Наверное, не ради макияжа вы это всё смотрите. Да, я не ради макияжа это всё снимаю, потому что накраситься я могла бы гораздо быстрее сама, без камеры. А из новостей. Самая главная, самая крутая новость июня, которая уже состоялась в полной мере, это то, что я присоединилась к команде Fifi.ru. Fifi – это парфюмерный портал. Я оставлю на него внизу обязательно ссылку. Это портал, который, как я надеюсь, в обозримом будущем составит очень серьёзную конкуренцию Фрагрантики. По ряду причин. Во-первых, и в главных просто потому, что ребята, которые его создавали, соответственно, те ребята, которые к этому порталу присоединились, как правило, в большинстве своём это достаточно свободомыслящая публика, которая лишена каких-то гендерных стигм в понимании парфюмерии, каких-то клише, который не боится парфюмеров-провокаторов, который не боится экспериментов каких-то, как бы сейчас-то ни звучало. Именно эти ребята привозили в Москву Анжела Рацио Пригоне. Ой, весной. Кстати, он собирается открывать в России свой магазин. И после, собственно, приезда Анжела мы общались с Дашей, с главным редактором, и она предложила мне для них писать. Что я, собственно, с радостью согласилась делать, потому что, ну, это то, что напрашивалось уже давно. Консилер у меня мой любимый, камуфляж Катрис, оттенки номер 10. Это напрашивалось давно. Я когда-то рассматривала и фрагрантику в качестве варианта того, куда я хотела бы писать, хотя туда меня, конечно, никто не приглашал, но я думала об этом. Но чем больше я ее изучала, чем больше я ее читала, тем больше вопросов у меня к этому порталу появлялось. Именно не к самому порталу как таковому, да, а к контингенту людей, которые там зачастую что-то пишут, потому что это клише на клише и клише погоняет. Я это не люблю. Я считаю, что парфюмерия – это все для всех. Это искусство. Искусство не имеет никаких рамок, искусство не имеет никаких границ. Искусство должно быть свободно от политики и навязчивых клише. И я нашла для себя такую команду, чему я несказанно рада. Поэтому, если вы будете заглядывать и иногда почитывать то, что я там пишу, потому что контент, который я буду делать туда, он отличается от того контента, который я делаю на свой сайт и, соответственно, на канал, мне будет весьма и весьма приятно, если вы будете это делать. Нанесу базу под тени и сразу все это припудрю. За последнее время прошло у нас много достаточно крупных презентаций. Во-первых, что во-первых? Во-первых, компания Esteban, которая производит лампы Бирже, также привезли в Россию новый бренд. Планет Парфам – это парфюмерия Прованса с очень натуральными запахами, с очень натуральными композициями по звучанию. Я уж не знаю, что там в составе. В общем-то, никогда не запаривалась на этот счет. Интересные ароматы, очень легкие для тех, кто вот только-только начинает свой путь в плане парфюмерии для дома. Я бы рекомендовала присмотреться. В Москве они продаются в цветном на минус первом этаже. Соответственно, можно погуглить их сайт, посмотреть. Я думаю, что я в обозримом будущем сделаю новое видео относительно парфюмерии для дома, но уже нишевой парфюмерии, не какие-то там свечки из икеи. А вот действительно серьезная качественная хоум-парфюмерия, которая заслуживает внимания, хотя, конечно, стоит она достаточно прилично, дороже, чем, к примеру, свечи из... Из чего? Свечи из Bass & Body Works. Несмотря на то, что они, в общем-то, уже подорожали существенно, дороже, чем свечки из Zara, но это гораздо качественнее, это гораздо красивее. Я писала об одном из этих средств на сайт. Там в блог. Не знаю, читали, не читали. Если не читали, но интересно, конечно, прочитайте. Также у нас выпустилась новая линейка от Сьез. И вот эти вот краски, которые я уже вам рассказывала о них. Была презентация, меня Тимур там покрасил. Прямо на презентации. И вот пока один раз помыла голову, пока мне нравится. И волосы, в общем-то, мягкие достаточно, хотя я почти не пользовалась кондиционером. Я вот вчера легла спать с мокрой головой, поэтому сегодня проснулась, естественно, Ежидзе. На все стороны все торчало. Но вот по первым впечатлениям я очень довольна этой краской. Хотя, конечно, стойкость у нее не шедевр. Но, в общем-то, она как стойкая и не заявленная. Это стойкое тонирование волос. Карандаш для бровей Limani Super Slim Brow Pencil в оттенке номер 1, который потемнее. Там их, собственно, два. Темнее и светлее. Вот это тот, который потемнее. В Москве наконец-то наступила жара. Наконец-то в кавычках. Потому что я прям не ждала, не ждала, не ждала. Я не люблю, когда жарко. Моя идеальная комфортная температура 18-20 градусов. Но, поскольку эта температура существует в моей реальности, в том климате, в котором я живу, достаточно редко, я, признаться, гораздо больше предпочитаю, когда на улице 13. Я могу ходить в пальто, чем когда на улице 30, и мне хочется снять себе кожу. Хотя, в целом, как человек, выросший на юге, я легко переношу жару. И московскую жару я легко переношу. Ну, так я ее не люблю. Что прям все радуются, как дурачки. А я хожу мрачным хмырем, у меня прям... Ну, не то, что раздражает. Нет, ну, лето тоже должно быть. Ну, как же мне было хорошо, пока оно не началось. Вот, потом Айедес Девиностас привезли в Россию новый аромат. Называется Сиель де Люм, если не ошибаюсь. Посвящение этому ночному цветку кактуса, кажется. В общем, пустынный сладкий цветок. По факту аромат получился очень коммерческим. То есть, если все остальное, что делали Айедес Девиностас, это вообще ни разу не коммерческая парфюмерия. Это прям такая хорошая ниша. То есть, у них ирис нетипичный, у них ладан нетипичный, у них есть аромат с ревенем и томатом, который тоже весьма и весьма сигнечен, он весьма своеобразный. Палисандр специфический. То вот Сиель де Люм, он получился прям очень коммерческим по своему звучанию. Но при этом, это вот тот самый случай, когда, если хочется чего-то коммерчески направленного, то точно лучше выбирать нишу. Потому что в этом случае вы будете пахнуть пусть и модно, пусть и в тренде, но хотя бы очень дорого по самой композиции. То, чего в люксовых компотах, к сожалению, не найти. Привезли в Россию, она выпущена уже тоже давно, но в Россию только приехала новая линейка эксклюзивов от Терри Мюглера, как бы с претензией на нишевость. Но, знаете, я этой нишей не считаю. Совсем не считаю этой нишей. То есть для меня это прям такой хороший люкс. Именно то, каким люкс должен быть, если бы он, как я часто люблю повторять, в начале нулевых не пошел по пути извращений. Было забавно, когда агентство, которое ведет Терри Мюглера, я достаточно давно пыталась к ним подкопаться на предмет сотрудничества, на предмет какой-то совместной работы. И они как-то так... Ну, то есть я несколько раз им писала за пару лет, они просто не отвечали. Ну, молчок-молчок. Ну, думаю, ладно. Не хотится, как хотится. А тут мне нужно было, соответственно, писать статью на фифе. И мне нужна была от них та информация, которая есть именно для внутреннего использования. То есть о пирамидах, о нотах, чтобы это была прям информация из первоисточника. Ну, не буду же я идти на фрагрантику и брать там информацию, чтобы написать для конкурирующего портала. Ну, бред. Поэтому я написала непосредственно туда. Вы знаете, как на магически на людей действуют фразы, я из агентства. А я из издательства, вернее. А всё. Мне прислали даже информацию для тренингов, консультантов. Вот прям всё-всё-всё рассказали. Всё-всё-всё. И прям и так доброжелательно. Это будто не меня они игнорировали в течение достаточно долгого времени. Какие-то у меня размытые сегодня брови. Ну, да, пусть будут такие. В плане глаз не хочется мне ничего серьёзного. Не хочется мне ничего такого прям тяжёлого. Сделаю сегодня макияж такой а-ля Привет 90-е. То есть минимум глаз, тёмные губы. Возьму никс тени в оттенке Twist, такой вот песочно-охристо-нюдовый цвет. И возьму свои любимые тени Colour Tattoo Permanent Taup, сороковой оттенок от Maybelline. И Colour Tattoo нанесу немножечко, совсем чуть-чуть, в уголок глаза. Вот прям по линии роста ресниц и чуть-чуть подниму это затемнение, немножко подниму наверх. Потом были запуски новой, опять-таки, Ламберже, Стебан, они, Дуалист-компания, они сделали совместную коллаборацию с Твестинг и выпустили цикл ароматов, посвящённых, ароматы путешествия, так называемые, то есть посвящённые Северной Америке, посвящённые Средиземноморскому побережью. То есть там Калаврийский бергамот, насколько, Сицилийский бергамот, роза, не помню какая, если честно, не буду врать, болгарский мох, это вот одна категория. Вторая категория это миндаль, цветок апельсина и секвойя, это вот то, что посвящение Северной Америке. И чуть-чуть также растушуя это по Нижнему веку. И выпустили новые лампы, лимитированным тиражом, они продаются на Вестинг на сайте. И в самом бутике Бирже. В бутике Бирже они подороже, потому что Вестинг это всё-таки сайт распродаж, который действует по тому же принципу, что купи VIP. А на Бирже они, как я сказала, подороже в интернет-магазине, ну и в интернет-магазине, соответственно. Но зато там дают купон, по-моему, на полторы тысячи рублей, что-то вот в этом районе. На покупки уже на Вестинг другие. Ну, то есть на эти полторы тысячи вы можете там набрать каких-то ароматов дополнительно. Или там на приобрести соски. То есть сделать себе небольшую скидку на саму лампу. И теперь на всё веко наношу вот этот вот жёлтый цвет. Песочный. Немножко кисточка в каких-то блестящих тенях. Чуть-чуть у меня эффект получится. Не тот, который я хотела, но да, их нет с ним. В общем-то... Мне за этот мейк никому не отчитываться. Я его... Для себя, потому что у меня сегодня такое настроение. И теперь нижнее веко я более плотно подчеркну коричневым цветом. Вот за всё я люблю карандаши Essence. Единственное исключение в том, что их надо точить. Вот самый кончик карандаша. Но самый кончик, как вы понимаете, он не точится. Потому что карандаш механический. За это я очень не люблю механические карандаши. Потому что... После того, как он у вас сточился первоначально, уже невозможно никогда в принципе здесь ссывать что-то тонким острым карандашом. Немножечко размажу этот цвет. Более равномерно. На презентации этих ламп, кстати, ваша покорная слуга выиграла почти всё, что можно было выиграть. Там был типа парфюмерный конкурс. С якобы сложными вопросами. Но вопросы были не сложные. Вопросы были больше на скорость, мне кажется, соображалки. Видимо, в этом плане у меня скорость оказалась самой лучшей, по сравнению со всеми остальными. Потому что из... Сколько там было номинаций? Шесть. Семь номинаций я выиграла... Пять. Четыре. Четыре, да. И то три оставшиеся больше степени, потому что мне было лень поднимать руку. Ну, как-то уже неудобно, в конце концов. Ну, пусть люди тоже что-нибудь как-то выиграют. Потому что я одна-то. Аккуратным здесь ничего быть не должно. Как я помню, что очень похожий макияж, когда-то делала Вика Моисеева, мне он как-то так вот запал в душу. Поэтому я его частенько с тех пор... Ну, не то, что прям повторяю, но... Ну, наверное, да. Где-то, наверное, повторяю. Оптимальный вариант, когда и быстро, и ярко, и хорошо. И вроде это не классический светлый на всю век, а темный в складку. Ну, вот, я не знаю, насколько видно, но мне кажется, видно, насколько хорошо у меня вот с этой тушью получается. Прям в сторону. Я даже не накручиваю, потому что я уже говорила о том, что ее лучше накручивать, но вот я уже приноровилась даже без накручивания. Работать мне прям очень нравится. Я скажу так, что если бы у меня не лежало там еще примерно полтора десятка туши в запасе, я бы вот ее, наверное, даже повторила и еще не один раз. Что еще у меня? А, начала пересматривать сверхъестественное. Ну, это я совсем уже, видимо, от тоски и безысходности, потому что все мои любимые сериалы, кроме «Игры престолов», позаканчивались на каникулы. И крайние, которые я досматривала, это были как раз сверхъестественное. Было сверхъестественное. Я так подумала и решила, что я, наверное, его пересмотрю, потому что я его уже очень давно начала смотреть. Ну, не в пятом году, ну, наверное, в шестом или в начале седьмого. То есть там было что-то... Ну, нет, не в шестом все-таки. Наверное, в седьмом-восьмом. То есть я начала смотреть, там было типа два сезона, и третий выходил как-то так. Ну и, соответственно, я уже просто не помню, что там было в самом начале. То есть я помню, но очень в общем. И я села пересматривать. И так клево, так это все мне вот прям в душу хорошо ложится. Особенно сейчас, когда там уже 12 сезон на подходе. Видеть, как меняются герои, видеть, как меняются персонажи. Я ведь очень их люблю. Я, правда, к ним прикипела. Я уже периодически отпускаю эти шуточки, что сменю фамилию на Винчестер, сыновей назову Сэм и Дин. Палетка от NYX, которую я вам всячески расхваливала. На скулы. Румян сегодня не будет. Они здесь не нужны. На скулы. Вот этот вот цвет. Сейчас покажу. Говорят, кстати, скулы ушли из тренда. Даже Ким Кардашьян, которая в свое время ввела моду на вот это жесткое скульптурирование, сказала о том, что им надоело их рисовать. Мне типа все. Ну, мне сюда нельзя без скул, потому что, ну, сам образ, он как бы предполагает. Коричневые пятна на лице. Теперь все лицо бледное. И, кстати, поскольку помада у меня будет уходящая немножко в коричневый цвет, я прям сразу могу сказать, что вот коричневая помада, это основное с ней условие, это то, чтобы ваша кожа была светлого цвета. Потому что если кожа прям смуглая, коричневый цвет выглядит очень грязно. То есть кожа должна быть все-таки посветлее. Если мы не говорим о каком-то там золотом, а вот именно о коричневом цвете, он на светлой коже смотрится лучше. И немножко, немножко я добавлю все-таки хайлайтера, чтобы как-то лицо казалось чуть-чуть объемнее в этих областях. Все. И у меня вышел небольшой косяк. Не заметила, что закончилось место на карте. Уже успела накрасить губы, потом только посмотрела, что там ничего не пишет. Поэтому быстренько покажу вам помаду. Это Max Factor 745 оттенки и карандаш от Faberlic. Артикул его 4625. На этом все. Спасибо вам за внимание. Пишите комментарии. И пока-пока.